всем привет вот вам идея необычной поделки из обычных пластиковых пакетов берем какие-нибудь кусочки пакетов можно несколько разных цветов тогда будет необычное сочетание это мне нравится в таких поделках больше всего что ты не знаешь какой цвет в итоге получится ну что ж приступим к эксперименту для начала нам понадобится утюг обычный и два листа бумаги или ваттмана у меня дома дети поэтому чистых листиков у меня не найти вырезаем пакеты по размеру листиков бумаги немножко меньше даже чтобы не выступали я буду делать вот такое сочетание между двумя желтыми листьями я кладу лист зеленого пакета хочу получить красивый такой цвет натуральной зелени желтыми прожилками кладем пакеты между листками бумаги и проглаживаем утюгом я поставила на двоечку но вы регулируйте там сами смотрите пакеты бывают разной толщины и слоев вы можете несколько положить в зависимости от того насколько плотные вы хотите получить изделие в результате поэтому утюг регулируйте по необходимости проглаживаем и заглядываем получилось ли у нас соединить цвета получилось прежде чем разделять бумагу нужно дать ей остынуть чтобы пакет не прилип к бумаге вот немножко остыла и легко все отсоединяется смотрите какой интересный мраморный эффект очень даже симпатичным теперь показываем способ самого быстрого нарезания листиков складываем наш пакет вот таким вот способом и одну сторону хорошей продавливаем ногтями и вырезаем половинки листика вот таким образом вы можете какую-то другую форму выбрать но я взяла самую простую форму это самый быстрый способ сделать большое количество листочков за короткий промежуток времени смотрите просто расправляете вас получается масса масса различных листиков можно делать их разного размера так они будут смотреться еще более натурально и интересно вот так вот продавливая ногтями прожилки вы придаете листку еще большую натуральность натуральный вид и он еще больше похож на настоящий листочек используем вторую сторону и так быстро вот получаем еще одну партию листиков показываю еще раз как сделать прошилки на листе от середины проводите ногтями под углом потом складываете листочек протягиваете посередине и получаете вот такой вот натуралистичные такие натуралистичные прожилки еще раз показываю середине краям под углом ногтями продавили потом продавили серединку и получили красивый фактически реалистичный такой вот листик все очень быстро не нужно никаких зажигалок еще у чего-то быстро и просто теперь нам понадобится какая-нибудь и снова я возьму полулитровую бутылку и отрежу нее донышко нашла у себя под балконом немножко веточек и решила их тоже использовать чтобы ничего не придумывать дополнительно использовать вот такие вот веточки я приклеиваю их таким способом чтобы они выглядели как ветки деревьев если вы найдете веточки у которых несколько вот таких сразу торчащих веток то тогда и вот этого делать не нужно ну я немножечко заморочусь с клеем и сделаю имитацию веток деревьев таким способом я сделала несколько веток и теперь приклеиваю их к основе то есть к донышку бутылки располагаю их на той высоте которая мне нравится можно выше можно ниже сделать чтобы все было симметрично я наклеиваю их напротив друг друга наклеила одну пару напротив друг друга клею следующую и так по всему периметру крышки теперь на эту всю конструкцию мы будем наклеивать листочки прикладывайте листик смотрите если вам нравится как он выглядит на ветке берете клей и приклеивайте вот таким образом у нас уже вырисовывается такие красивые веточки с листьями добавляем еще пока все не заполним делайте так как вам нравится прикладывайте листики смотрите как смотрится если все отлично можно приклеивать вот что получается в итоге мне хочется еще вырезать вот так дополнительно между ветками лишние кусочки пластика этого делать не обязательно но как-то мне захотелось немножко вот таким образом это оформить дальше я беру лоток от яиц обычный хотела воспользоваться джутом и обмотать вот это вот корзинку из пластика джутом но моя детвора куда-то утащила катушку поэтому вход идет лоток из-под яиц нарываем вот такими мелкими кусочками неровными буквально там жменьку такую делаете этого будет достаточно и теперь мы просто хаотично обклеиваем вот эту часть бутылки кусочками лотка таким образом чтобы между кусочками были промежутки то есть не плотно друг другу вот таким образом такой способ очень хорошо передает визуально похож он на каменную кладку не забываем оставлять небольшие промежутки между кусочками и тогда у нас отличный получается такой декоративный эффект полностью заклеиваем весь пластик кроме нижней части его можно покрасить криловой краской или гуашью ну это в принципе не обязательно даже не окрашенным он смотрится вполне красиво и декоративно ну и как же без моих любимых штучек из магазинчиков с мелочевкой есть вот такие вот всякие штучки похожи на свечки на колечки еще на что-то они стоят копейки внутри есть батарейки и недостаточно долго светят есть разноцветные есть одноцветные помещаем такую штучку внутри и получаем очень необычный красивый светильник мои детвора очень любят такие штуки постоянно просит их делать если вы не хотите использовать такие свечки подсветки можно просто так вот сделать и оставить как декоративное растение украшения или поставить вот так вот целую свечку чтобы ее было видно тоже вполне симпатично выглядит друзья подписывайтесь пожалуйста на этом канале вы найдете очень много идей бюджетного интересного и необычного творчества из простых материалов